Цифры все равно остаются высокими, как ни крути. В любом случае стремимся мы как и руководство страны. В пресс-центре дорожные полицейские подводят итоги за год. Всего на территории области произошло порядка 3000 аварий. Более 250 человек погибли. Откуда, куда ехали, говорю? Из Москвы? Тем не менее, аварий куда меньше, чем годом ранее, заявили патрульные. Среди соседних областей наша расположилась на 10-м месте по этим показателям. Немало разбивается и летом, когда многие семьи отправляются на отдых. Особое внимание уделили сегодня и автобусам. На территории областного центра города Саратова зафиксировано. Больше половины всех ДТП с участием автобусов в 56% и составило 52 ДТП. Здесь сразу бы хотелось отметить результат профилактической работы со стороны госавтоинспекции. Так за истекший период 11 месяцев 2019 года на территории областного центра зафиксировано более 2000 нарушений ПДД водителями на пассажирском автотранспорте. Каждое 10-е ДТП произошло по вине пьяных водителей. На их счету более 300 аварий. В них погибли 70 человек. К слову, любители ездить под шофе будут ловить не только все новогодние праздники, но и во время ближайших корпоративов. Еще, 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 еще. Молодец, как бы с первого раза. Я тоже знаю, что ты молодец. 11-17. Всеми нашими сторонами мы пытаемся, но до конца победить мы не можем. Все это связано, конечно, с большим количеством сокращений личного состава. То, что не везде мы успеваем спрофилактировать данные, несмотря на то, что мы проводим большое количество рейдовых мероприятий, получаем информацию, многое отрабатываем. Каждая пятая авария в этом году произошла на трассах. Разбивались в основном в городах и селах, говорят автоинспекторы. На этих дорогах медикам так и не удалось спасти 148 человек. Почти все происшествия были из-за нарушений дорожных правил. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24.